Всем привет! Меня зовут Аня, и я рада поприветствовать вас на своем YouTube-канале. Этот канал полностью посвящен комнатным растениям и всяким разным штукам, связанным с ними. На дворе зима, и поэтому я считаю, что сейчас как никогда актуально поговорить о том, какие есть особенности в уходе за растениями, за комнатными растениями именно в этот период времени. У всех, конечно, зима разная. Где-то солнце больше, где-то солнце меньше, где-то тепло, где-то холодно, и растения отличаются. То есть действительно универсальных рецептов, я считаю, в принципе, в уходе за комнатными растениями не существует. Тем не менее, мне хотелось бы хотя бы в общих чертах наметить вот те главные какие-то или сложности, или особенности, с которыми можно столкнуться именно в этот период времени, зачастую не самые простые для наших комнатных растений. Я очень надеюсь, что видео кажется полезным, интересным для вас. Думаю, что особенно оно может быть актуальным, полезным для тех, кто не так давно занимается комнатными растениями. Но, вероятно, и для всех остальных тоже. Может быть, кто-то что-то найдет для себя ценное. Во-первых. Во-вторых, обращаясь к опытным, бывалым цветоводам, я призываю вас не стесняться и обязательно писать в комментариях ваши рекомендации. То, что, может быть, я или упустила, ну или просто вы считаете очень-очень важным именно в уходе за растениями зимой. Ну что, пожалуй, самым первым я бы отметила проблемы, связанные с освещением, со светом. Потому что зимой световой день гораздо короче. Например, у нас в Петербурге, в принципе, даже днем зимой солнце может не появляться вообще. И создается ощущение, что сумерки, они вот прям длятся весь день и потом просто плавно переходят в ночь. Сегодня, кстати, как ни странно, выглянуло солнышко. Какая-то такая, не знаю, переменная облачность. Я даже могу вот сегодня снимать видео без дополнительного искусственного света. Но большая часть все-таки дней в течение вот этого зимнего периода, даже осеннего, они очень пасмурные. И мы должны понимать, что растениям, ну, чрезвычайно важен свет для их жизни и развития. Нет в природе растения, которое можно было бы, не знаю, поставить в темную комнату. И нет такого растения, которое в подобных условиях может выжить. Поэтому, друзья, какие у нас есть способы упростить жизнь растениям зимой? Во-первых, можно переставить их поближе к окну, если есть такая возможность. Как-то вот максимально приблизить. Возможно переместить на подоконник. Если, например, летом у вас слишком жарко на подоконнике или какое-то южное окно, я думаю, что зимой можно попробовать прямо на подоконник поставить. Там тоже есть свои особенности, но об этом мы поговорим попозже. Следующий момент, конечно же, это искусственное освещение, досветка, это лампы. Их существует огромное количество сейчас на рынке. Я, кстати, собираюсь снять видео об искусственном освещении. Ну, вернее, не об искусственном освещении, а о тех лампах, которые использую я. Суть в том, что желательно использовать искусственный свет, досветку. При этом мы должны помнить, что досветка, она должна быть регулярной. То есть у растения должен быть такой свой внутренний ритм, режим. Желательно, чтобы вы примерно в одно и то же время эти лампы включали и в одно и то же время выключали. Досветка должна быть, ну, наверное, не меньше 8 часов. Желательно, может быть, даже 10-12. Я какие-то свои растения досвечиваю, стараюсь досвечивать в течение 12 часов. И обязательно должен быть период, когда растение не получает света, минимум 8 часов. Обязательно необходим вот этот темный период времени. То есть мы не можем досвечивать растения 24 на 7. И да, и вот эта вот регулярность, постоянство. Что каждый день в одно и то же время вы лампу включаете или у вас таймер настроен. И в одно и то же время, ну, хотя бы примерно свет вы этот выключаете. И ночь, ночь темно. И еще такой момент, если вам не хочется слишком заморачиваться с досветкой, с какими там плясками вокруг растений, приобретая какие бы то ни было растения, вы должны просто понимать, какими особенностями обладают конкретно они. И выбирать для себя, под себя такие растения, которые могут, например, зимой жить без досветки, могут довольствоваться небольшим количеством вот этого рассеянного света. Ну, здесь прежде всего, пожалуй, я назвала бы эпипремнумы, какие-нибудь, не знаю, сансеверии, замиокулькасы. Но при этом мы должны понимать, что в темноте они тоже, даже вот эти, казалось бы, неприхотливые простые растения, они не выживут. Но без досветки где-то на небольшом расстоянии от окна или на подоконнике они могут безболезненно для себя перезимовать. Теперь полив. С поливом, как всегда, это бывает все неоднозначно. Казалось бы, по логике вещей, зимой растения замедляются в росте, все процессы медленнее протекают, температура воздуха падает. И о чем это нам говорит? Значит, растению полив нужно сократить, полив нужно уменьшить. Это, наверное, в большинстве случаев так, чтобы его не залить, мы должны все-таки чуть меньше влаги ему предоставлять. При этом, если у вас дома все равно тепло, вот не знаю, у меня было, например, прошлой зимой 24 градуса, в среднем 23-24, и у части растений была искусственная досветка, искусственный свет, я понимала, что, в принципе, растение особых перемен не чувствует и может выпивать примерно столько же воды, сколько и летом. Ну, не как в жару, но, например, как в августе, как в сентябре. Вот, это все о чем нам говорит? О том, что мы должны просто наблюдать за растением. И тот самый простой, наверное, способ, мы должны, и главный критерий, поливать растение нужно по мере просыхания земляного кома, грунта, то есть все как обычно. Просто нужно понаблюдать и попытаться понять, следует ли сократить полив, насколько его сократить, или, может быть, какие-то растения, я вот знаю, что участие моих подписчиков мы обсуждали в чатике, в телеграме, ссылку на этот чат я оставлю в описании под видео, и кто-то писал, что даже чуть ли не больше поливают растения зимой, что они выпивают больше, что вода быстрее испаряется. Вот, так что нюансов много. Следующий пункт – это влажность. Пожалуй, главное зло и проблема в зимний период, вот мне кажется, в наших широтах, это батареи. Потому что, когда батареи включаются, они активно работают, воздух становится действительно очень сухим. И для многих растений это проблема, потому что многие растения у нас тропические, по своей природе, они родом из тропиков, далеко не все из них готовы простить вот этот вот сухой воздух зимний. Поэтому желательно использовать, например, какие-то увлажнители. Но тут, конечно, можно всегда, если вам не хочется заморачиваться с увлажнителями, вы, опять-таки, можете подобрать для себя такие растения, такое зеленение, которое не будет требовать дополнительных вот этих вот мер по повышению влажности воздуха. Те же самые, как я уже говорила, сенсиверии, они, в принципе, не будут вообще никак реагировать на снижение влажности, на то, что воздух сухой. Они будут себя прекрасно чувствовать, не знаю, замиокулькасы. И пепремные, они вроде как и любят повышенную влажность, но они, скорее всего, нормально перезимуют при даже вот таком сухом воздухе. В общем, можно подобрать для себя растения. Список, я думаю, сейчас, список этот не маленький, их довольно много. Следующий такой момент. Зима, это время года, вот у нас, не знаю, в Петербурге, вообще во многих, думаю, регионах России, не только России, это время, когда становится холодно, а многие растения у нас находятся на подоконниках. И далеко не все окна утеплены, далеко не все подоконники теплые. И в таком случае нужно не забывать о том, что нельзя вот эти вот растения замораживать, замораживать корни. Растения не любят этот холод, поэтому, чтобы помочь им, во-первых, можно какие-то подставки использовать для растения, то есть, чтобы они не касались напрямую, горшок не соприкасался с вот этим холодным подоконником, вы можете, не знаю, какие-то деревянные подставочки использовать. Я в свое время использовала книги, там по нескольку штук ставила 2-3 книги, и на них горшок, например, с растением. То есть, какие-то такие способы для того, чтобы, ну, избежать вот этого вот контакта корней, не знаю, основания горшка с холодным подоконником. И еще так же сквозняки бывают на окне, поэтому, ну, аккуратно с проветриванием, либо выбирать какие-то растения, которые нормально отнесутся к небольшому, непродолжительному, там, не знаю, проветриванию, микропроветриванию, может быть. Ну, вообще, желательно, наверное, утеплить окно. Если вы чувствуете, что у вас там гуляет ветер на подоконнике, то надо что-то, конечно, придумать для того, чтобы, ну, все-таки растения не страдали от вот этих вот холодных воздушных потоков. Следующий пункт. Зима, казалось бы, время, когда жизнь замирает, но это не значит, что мы должны расслабляться и забывать о вредителях. Потому что зачастую из-за вот этой вот смены каких-то вот условий у вас дома, из-за того, что батареи работают, влажность воздуха понижается, некоторые вредители как раз-таки, они активизируются. Ну, к тому же, часть растений, они чуть более уязвимы, ослаблены зимой. Это тоже может провоцировать появление вредителей. Поэтому мы не должны терять бдительность. Нужно также регулярно проверять свои растения на отсутствие или наличие вредителей. Ну, вообще, заниматься профилактикой этих коварных, неприятных существ. У меня есть целое видео, в котором я рассказываю о профилактике. Поэтому вот рекомендую вам, может быть, посмотреть, если вам интересно. Ссылку на это видео я тоже оставлю в описании. Поэтому протирать листочки обязательно, никто не отменял этого. И осматривать, конечно, тоже, чтобы, если вдруг и появились вредители, вы заметили их вовремя, но они нанесли какой-то минимальный ущерб вашим растениям. Следующие два пункта – это удобрение растений и размножение. Удобрение, размножение и, наверное, еще пересадка. Вот сюда бы я отнесла. Здесь такой момент. Казалось бы, это то, что удобрять растения, пересаживать, размножать. Зимой вроде как не принято. И делать это нужно начинать, скорее всего, весной. Но я считаю, что здесь, опять-таки, все зависит от того, какие конкретно у вас дома условия. Например, если я досвечиваю какое-то растение, там, не знаю, 10-12 часов в сутки. Если у меня дома тепло, нормальная влажность. И я вижу, что растение продолжает активно развиваться. То есть оно даже не замечает, что наступила зима. Это говорит о том, что ему нужно питание. То есть его нужно обязательно подкармливать. Если же вы какое-то растение не досвечиваете совсем, то есть у него зимой наступает такой период покоя, то да, можно вообще убрать удобрение. Или перейти на, не знаю, удобрение растений более редкое. Такое, может быть, раз в месяц, раз в два месяца. Короче говоря, тут все зависит от ваших условий. И нужно, на мой взгляд, такую логику какую-то подключать. И тут же мы плавно переходим к пересадке и размножению. Ну, пересадки, конечно, рекомендуется, наверное, отложить до весны. При этом же я считаю, что если мы видим, что растению требуется пересадка, оно себя плохо чувствует, ему прям очень тесно, или мы его там сильно залили, понимаем, что корни начинают загнивать, то я считаю, что можно пересадить. Это будет лучше гораздо, чем ждать весны. Можно просто не дождаться, растение может погибнуть. Вот, здесь тоже какой-то такой здравый смысл. Ну, мне кажется, работает. Если есть потребность, значит, надо пересадить все-таки. По поводу размножения, ну, тут, конечно, наверное, лучше подождать все-таки весны, действительно. Но при этом, если, опять же, вы можете предоставить растению все условия полноценные, освещение, там, не знаю, питательные вещества, питательный грунт, все такое, тепло, то, в принципе, я считаю, что можно прекрасно размножать растения и зимой. Вот такие вот противоречивые, может быть, иногда вещи, какие-то советы от меня. Ну, я действительно считаю, что прежде всего нужно проанализировать то, какие условия предоставляете вы, большая ли разница, получается, с летним периодом, и дальше уже вот конкретно пойти по каким-то пунктам и подобрать оптимальный режим уход для конкретно вашего растения. Друзья, я очень надеюсь, что видео оказалось для вас полезным, интересным. С одной стороны, все не так однозначно, с другой стороны, может быть, где-то я усложняю. Поэтому я, как всегда, призываю всех не бояться экспериментировать, наблюдать. Лучше нашего опыта нет ничего, я считаю, в мире. Поэтому ухаживайте за растениями, пробуйте, набирайтесь конкретно вашего опыта, не бойтесь ничего. Я желаю всяческих успехов вам и вашим растениям. Желаю вашим растениям благополучно перезимовать и дождаться прекрасной весны и лета. На этой ноте, друзья, я буду прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Если не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие ролики. И я прощаюсь с вами до следующего своего видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok